Кстати, к моменту абровекта беременным можно, но в любом случае, типа, рукав на пульсе. И, ну, следить за состоянием, индивидуальную чувствительность препарата тоже возможно. Но, как показывает практика, ни одной собаки на абровекта у меня не было с побочки во время беременности. Так что, можешь предупредить. Ну и вообще, как бы, что касается собак, ну, ведь беременную собаку лучше реально, как бы, остерегать от леса, от лишних гулянок. Пусть, будет беременная, пусть ждет и рожает. Просто мне спрашиваю, чем можно ощутить? Я говорю, вот брови. Реально, как бы, да. Реально, как бы, по побочным эффектам многие, да, как бы, если открыть отзывы, тем более, там, в интернете много чатов, много форумов, много форумов, где заботчики сидят, еще что-то. Бывает хаэт, реально, как бы. Но весь этот плев в сторону таблеток, я считаю, по факту не обоснован, потому что препарат очень хорошо испытан. Есть очень много исследований, много исследований не только российских, много исследований иностранных. Если быть, ну, действительно экспертом в этом моменте и задаться вопросом о токсичности препарата, ну, окей, зайди, найди хорошие, качественные иностранные статьи, посиди, попереводи, и ты поймешь, насколько препарат реально исследован, что ни один, там, какой-то дурачок взялся, там, попытался, как-то, происследовал на двух собаках и сделал какие-то, там, поспешные свои выводы. Это все, вообще, голословно. Просто надо верить реальным источникам, реальным исследованиям. А кто производитель? Производители этих препаратов все импортные идут. У Бровекта компания Интернет, главный производитель, а у Симпарики Зеетис. И что касается России, Россия таких препаратов не делает, как и, в принципе, в многих местах про Россию. Что касается другой профилактики, то есть, когда читали комментарии, там был вопрос, касаемый именно фортикарба. Есть еще аналоговые препараты пиростов, бобизан. Это препараты, которые используются как антидот уже при обнаружении клинических признаков и уже при доказанном бобизиозе, тераплазмозе у собаки. Применение этих препаратов как самостоятельная профилактика, честно скажу, я отношусь к этому негативно, потому что, исходя из моей личной практики, не знаю, конечно, как с этим практика у других специалистов, в других районах, регионах. Но у меня на применении антидотов подобного класса было очень много побочных эффектов и чаще всего эти побочные эффекты были связаны с нарушением функции печени. Ставила эти антидоты не я, ставили эти антидоты как вакцину, якобы, просто я считаю, что это обман людей в других сторонних клиниках. И собаки приходили к нам спустя 10-14 дней, некоторые там через 2-3 недели, с жалобами на судороги периодически, с жалобами на угнетение состояния у животного. И после биохимического анализа крови была доказана нарушена функция печени. Соответственно, можно запросто делать вывод о том, что препарат оказал токсическое действие, потому что никаких других изменений в жизни собаки за период времени не было. Только что вот поставлен на антидот. Соответственно, но мое мнение таково, не знаю, что с ним делать, решайте вы сами. Как бы это мое вот личное наблюдение и моя личная практика. Что касается симпарики Бровекта, ну, был вопрос касаемый заводчиков, которые не рекомендуют применение этих препаратов. Я тесно общаюсь с заводчиками, я сама владелец собаки, которая из очень масштабного, обширного клуба российского, моя собака Бигель. И наша заводчица, люди, заводчики, которые в нашем сообществе собаководов, они все кушают Бровекту благополучно. И там я могу сказать сразу, что ни одна сотня собак состоит, и все благополучно ее поедают, и все благополучно живут. Единственное, что противопоказанием к применению данных препаратов служат в первую очередь хронические проблемы со здоровьем. То есть это, опять же, уже имеющиеся нарушения в печени у животного, нарушения в почках. То есть это все рассматривается индивидуально, исключительно под контролем ветеринара. И если действительно вы уверены в том, что ваше животное болело, у него были какие-то симптомы, указывающие на ту или иную хроническую патологию или острую патологию, то я рекомендую реально провериться, сделать дополнительную диагностику, проводить плановую дистанциализацию животного раз хотя бы в год. Да, для кого-то это покажется нереальным, но действительно, если ваше животное больное, имеет хронические патологии, ну, смиритесь с этим. У людей тоже бывает много хронических патологий, с которыми люди просто реально смирились и живут, и контролируют состояние своего животного. То же самое мы рекомендуем делать и вашим питомцам. Что касается в общем применения бровекта симпарики, и Нексгард Спектра. Кстати, про Нексгард. Это препарат единственный, тот, который травит и наружных, и внутренних паразитов. Если простословно об этом сказать, то он травит и клещей, и блох, и гельминтов, которые, скажем так, пожирают собаку изнутри. И бровекта и симпарика к этим классам не относятся. Это препараты только для наружных паразитов. Это препараты, которые травят блох, власоедов, всех подкожных клещей, и собственных эксодовых клещей в момент укуса. Это важный момент. Касаемо применение препарата, назначается препарат всем собакам, исключительно согласно веса собаки, и с возраста восьми недель. То есть щенки ближе к двум месяцам могут смело поедать эти таблетки, и на щенка это не окажет абсолютно никакого побочного эффекта. Тоже испытаны неоднократно. Прекрасно собаки поедают, прекрасно собаки потом защищены от укуса клеща. Еще один маленький момент. Часто возникает вопрос о том, когда подбирается конкретная весовка собаки для применения. И кто уже знаком с данными препаратами, должен знать о том, что препарат есть от 2,5 кг до 4,5 кг, от 4,5 до 10 кг. И так пошло дальше по размерной сетке собаки. Как правильно выбрать, если собака ваша находится на той самой границе, то есть вот допустим, есть таблетка от 20 до 40, есть таблетка от 40 до 56 кг. И вы понимаете, что ваша собака весит вот прям ровно 40. Вот в этот момент нужно очень серьезно отнестись к данной проблеме, чтобы не полениться, а отвезти собаку на весы и узнать точный вес собаки. Если ваша собака весит, к примеру, 39,5 кг, то тут вы выбираете однозначно таблетку от 20 до 40 кг, не делая передозировку ни в коем случае. И если, наоборот, ваша собака весит 40, с небольшим хвостиком, там 40,2 кг, то вы уже реально прибегаете к тому, чтобы применить таблетку именно от 40 до 56 кг. Это тонкая грань, как по лезвию ножа, которую надо четко выдерживать. И в этом случае все зависит от того, либо вы отравите собаку, дав лишнюю дозировку, либо же вы не дотравите паразитов и сделаете срок защиты животного от клеща намного меньше. Что касается, еще частенько спрашивают, можно ли таблетку разделить на две части. Если обратиться к производителю, то производитель заверяет нас о том, что действующее вещество в таблетке может распределено быть неравномерно. Соответственно, поделив вроде как таблетку идеально пополам, в одной половине действующее вещество может оказаться больше, а в другой меньше. Соответственно, кушайте таблетку целиком и рассчитывайте дозировку правильно. На этом, в принципе, все. Спасибо за внимание. Вот это тот случай, когда реально надо съесть таблетку от 40 до 56 и не тянуть. Прям яркий пример из того, что мы сейчас проговорили. 41 она вешает сейчас. Да, ну, смотри, стоп. Если мы снимем с собаки поводок, ошейник. А, ну да. Снимай, снимай, теперь. Там ошейник только на килограмм. То есть, да, вот логика вещей в чем. Теперь мы снимаем все аксессуары. Снимай с продачи там или что у тебя. Там там весит 100 грамм. Ну, смотри, 100 грамм ты уверен? Наморник сколько весит? Давай, давай снимем. Давай, снимай. Это просто, чтобы было максимально понятно. Его бы снять еще. Ну, в любом случае, мы жрем 40 и плюс. Ждите. Пообратно? Ну, вот, просто мы так методом от активного уже пошли. 43,5. Снился. Как так? Зачем вам нужно, скажи, да? Нафига это садский. Что-то с тобой лету, сон. Давай. Как там? Без разницы перед едой. Это без разницы бабка, да? Без разницы, да. Пишут как? Незадолго до еды, во время еды, после еды. То есть, по факту, никаких ограничений нет. Съели и все. Да, есть какие-то там специалисты, которые там рекомендуют. Но я думаю, это просто личный какой-то взгляд. Там кто-то говорит, ой, да я считаю, что можно вообще без в любое время. Да. Ну что? Что касается бревектора, вы не найдете в упаковке никогда наклейки, которая предполагает наклейку в паспорт. Ну, просто производитель решил ее делать. Не знаю почему. Хотя, за такие деньги можно было сделать. У меня просто тут возник вопрос совсем недавно. Я такая думаю, так, наклейка, где же ты? Вот. Распакованный в индивидуальном блистере, по одной штучке. Небольшие такие. Ну, сейчас мы увидим. Вот и, собственно, сама таблетка. Ну, это ароматизаторы, которые не имеют в своем составе глютена. То есть, просто ароматические соединения безобидные для собаки. Ну, собаке уже слюни бегут. Ну, и вы как. Как она хочет ее скушать. Ням-ням-ням. Что, на даю мне ранее? Да. То есть, ну, коротко о том, как собака жирает. Иногда бывает выплевывать, потому что не очень удобно разжевать эту консистенцию, такую тестообразную немножко. Были у меня собаки немного выплюнуло, там, хозяин поломал, все равно съели. Все сживали, еще ни одной не было, которая противная псина. Я все сживала. Да? Да? Ну, вот, прекрасно. Керс на сколько получается? Три месяца, да? Да, три месяца. Ну, как пишет призывитель, 12 недель, но усредняем это все до двух месяцев. Хотя, если пересчитать, там, 12 недель, это чуть меньше, чем 3 месяца. Понятно. То, что это индивидуальный момент. У симпарики, к примеру, как бы немножко момент посложнее, почему? Ладно, про Векто написала четко 12 недель, симпарика же, в свою очередь, пишет 4-6 недели. Ну, вот и сиди, и думай, как сделать именно так, чтобы... Ну, что делать с этими двумя неделями разницы? Это весомый срок. Если три таблетки есть, это практически месяц. Ну, как бы... Я считаю, что тут все-таки надо смотреть на то, сколько клещей в вашем регионе, и уже отсюда плясать. Ну, у нас много. У нас их много, очень-очень просто. Сейчас и охотники активно пожирают эти таблетки, ну, собаки охотники. Потому что они, наконец-то, стали бояться пироплазмоза, потому что падеж стал огромней. Раньше как-то я думала, что просто в лесах это было не распространено. Ну, все-таки лес это такая, как бы, уединенная среда, там, возможно, там не так много инфекционных агентов. Собак каких-то пробегает, которые там заражены пироплазмозом. Те же самые мышки, кто там, лесные жители, в принципе, которых тоже клещи кусают. И, отчасти, это основные переносчики, потому что они, как бы, по факту, мусорщики. Вот. И, видимо, занесли в лес, и сейчас это все развивается. Я думаю, с каждым годом все будет только сложнее и сложнее. И никак не извалиться таких. Извалиться одно абсолютно никак. Ну, кстати, вот по вакцинации тоже такой актуальный момент. Можно загуглить, и там вылезет, там, как пиродок, набивак пиро вакцины. Ну, по факту, это такие единороги, которые, вроде, кто-то их там, может быть, когда-то видел, знал, но их нигде никто не найдет. Пиро на бивак в Европе вроде как есть. Даже можно найти там изображение флакончиков, какие-то данные, что там скоро будет в продаже, что-то в этом роде. Фигня. Все на пастом масле, и нет ни одного ветеринара. Что касаемо сейчас, вот была в Питере, в Москве на курсах. И реально они такие, типа, какие вакцины, вот бровекты, жрите бровекты и радуйтесь жизнью. Все на этом. То есть примерно такой ответ у всех специалистов абсолютно. Как бы, может быть, да, кто-то когда-то, там, много лет назад, там, тот же самый пиродок колол. Я просто буквально, вот, писала статью в местную газету, и у меня возник вопрос от редактора, что, а как же набивалось, там, это, пиродок. Я говорю, ну, окей, зайдите в гугл, почитайте, все отзывы, все комментарии, касаемые пиродока, они просто составлены, там, в лохматых годах, ну, как лохматых, там, примерно 5-10 лет назад. Ну, может быть, да, запускался в продажу. Некоторые сайты, кстати, до сих пор я сама зашла, погуглила. Есть данные о том, что имеется в наличии, цена, там, что-то за дозу, 2, там, 500 примерно, так, это ориентировочно. Но, опять же, 2,500 за дозу действует, по-моему, раз в 6 месяцев, надо ее подкалывать. Цена вопроса, как бы, вообще космическая получается, по факту. Ну, это примерно, как 2 таблетки Бревекта. Я не знаю, конечно, где, как стоит Бревекта, ну, у нас она относительно дешевая, реально говорю. Сегодня я разговариваю с поставщиком, мне говорят, Катя, ты продешевила. Я говорю, ну, я продешевила, но у меня собаки жрут ее, как минимум, люди могут себе позволить не тратить 2,000 за таблетку, там, от, там, 40, 50, там, до 56, они покупают ее в пределах полторашки. И люди довольны, они идут, возвращаются, они рекомендуют, как бы, отдел уже дальше будет расти, цена, ну, будет и у нас расти. Поэтому, как бы, у меня нет цели, там, заработать какие-то бешеные деньги на этой Бревекты, тем более, такой разовый товар, который сезонный по факту. Так что, жрите Бревекты и будьте счастливы.